модненький такой пользуется такой популярностью лодка ямарин у нас в продажах по крайней мере вот иногда меня спрашивают посмотреть такую лодку ну предыдущие имею ввиду модели вот здесь выставлена прям новиночка такие они всегда очень упакованы и блин цена у него конечно бешеная выходит здесь получается с мотором 66 тысяч но у нас вот за бушные экземпляры кабинные тоже там бывает и по три с половиной миллиона цены но надо признать что вот в качестве то есть вот в мелочах в отделочке во всяких строчечках вот ямаринчики прикольные очень все так аккуратненько сделано каютка такая вот здоровская видите такой козырёчек солнечный вот такая вот шторка ну да решение спорное может быть ну вот видите сделаны иллюминаторы мелочи конечно вот такая вот хитрая вот это вот хитрый вот этот трап чтобы выходить через вот это вот окно не знают эти замки надо следить за ними за вот подтяжкой вот этого винта ну вот так все на самом деле сделаны неплохо вот смотришь вот эти вот реально такие мелочи то есть нельзя сказать что прям супер мега какой-то там архи супер качественные но всему уделено внимание вот смотрите под экран уже как бы вот под большой приборы вот здорово так в этих металлических кругалях машинка врезная ну вот здесь вот такая вот ниша вот тут не знаю зачем такую а но это получается такая полка там вполне вполне конечно да я не скажу что здесь прямо место вагон прямо супер много но жить можно жить можно опять же смотри терраса и в борт можно убрать вот эти вот подушки корма такая развитая посидеть конечно можно такая вот ухоженная чисто финском стиле лодочку вот смотрите даже рундук раз вам упорчик петечка бак уже стоит для волоса милая чушечка конечно вот эти вот замки не знаю какая-то мода последнее время на них хоть бы кто не сказал как они хороши вот вам сепаратор ну все вот так вот по-человечье опять же вот упорчик приятно 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 не спорю лодки тиджей совершенно не представлены на нашем рынке просто вообще бывают встречаются старые лачонки вот цена 7 метровый 59 тысяч евро со 150 мотором ну вот на выставке они бывают в таком знаете полицейском стиле что ли они сделаны ли мне так просто скажешь очень широкий вход высокий такой комикс супер такая мега панель ну вот мне кажется что-то как-то спорно вправо смотреть приходится на карт плоттер вот не знаю насчет вот этих вот щелей будет ли это все дело задувать не задувать не знаю кому нужно вот этот отделка явно на стоит денег тут же вот этот вот ковролин вот этот вот мех типа алькантара опять же вот типа анатомия ну наверное это можно и без этого заказывает лодку благо что здесь внутри кажется так объемно пространно но таких лодок живых вот я не видел честно у нас на воде поэтому сказать нечего так вроде до объемный безусловно носовой кокпит выход туда тут много всяких ступенек подиумов вот такие мне кстати нравится защелки большой такой рундук вот такой модный где-то я видел на волжанке по моему вот это вот носовая история здесь видите вместо газового упора от эспандера резинка вот рядом стоит диджей новинка 7.9 тоже сейчас попытаюсь прорваться автобусный салон но совершенно не представленные лодки у нас небольшая вам панорамка чё тут чё смотреть чё глядеть тарги сарги у тиджея видите еще 5.9 такая посудинка но опять же вот я говорю что вылет они как тот по полицейски мне так кажется но совсем совсем ничего про них не скажу потому что совсем ничего про них не знаю только вот общее впечатление но здорово что да так в полный роста их запас над головой есть вроде и 150 сил здесь и кокрит такой будьте любезны реально здоровый развал борта что ли это дает такое впечатление он этот 7.9 там три человека или четыре на борту чё-то у нас прямо на левый борт завалился сейчас зайдем на марзун 30 ушел с ветра и так марсунт или марзунт не знаю как правильно 30 видели до 115 тысяч евро я снимал эту лодку на зимней выставке показывал как-то обратил внимание на такого круизера вот это такая современная версия круизера такой водоизмещающего наверное носовая мастер каюта просто огроменная реально здоровая во весь нос усесться можно без проблем платяной шкаф прям настоящий может там по навешать вот это не спальник тоже такая кладовка смотрите все живое вот здорово что лодка на плаву и поэтому в реале можно все посмотреть по убранству смотрите папа вот это вот не знаю насколько камера показала значит из дивана обращенного спинкой по ходу движения можно сделать вот такую и спинка будет обращена к корме крутое решение просто мега технологично значит здесь встроенный двигатель вот это обеденная зона она тоже может превращаться в спальное место здесь находится двигатель здесь стройка обалденный камбузный блок можно готовить черта в ступе кстати если кресло рулевого находится в боевом положении то камбузный блок это никак не стесняет панель а вот такую вот штуку такая у меня есть фиговина типа отпотеватель стекол мне кажется что в современном мире уже должны быть как выведены сюда наверное какие-то отопители от вебаста волосов и прочего видимо конструктивно такая старая лодка и таких вот вещей здесь не предусмотрено хотя странно так панель приборов она совершенно ничем не отличается от каких-то старинных лодок которые вот мне видны на сами но нашпигована современными девайсами просто до нельзя даже видите zip wake стоит это такие умные интерцепторы юсб розетки симротт воткнут современный управление янмар ну круто потом сделаны кнопки не как клавиши и такие типа touch за типа сенсорные такие люк огромный просто огроменный во всю во всю крышу приятное на ощупь покрытие такой мягкий пластик вот прям я заинтересовался где в такой где в такое приобрести видите все все сделано то есть все все моется и и вернусь галью ну он в полный рост сделан реально можно принять душ вот даже душевая стойка стоит это здорово ну в общем такой настоящий прям походник с кофеваркой со всеми вот такими делами с газовой плитой с мойкой живи не хочу ну и безусловно супер развитый кокпит для посиделок и даже наверно можно что-нибудь и половить марзун 30 с